очередное происшествие мрачила соединенные штаты америки вот полицейские как мы видим преследуют преступников подозреваемого в преступлении если бы точным а он едет на машине он подозревается в том что он совершил убийство такое вот сейчас так что проехали школьную зону на красный свет через сплошную навстречку полный букет игнорирования общепринятых норм вождения и правил дорожного движения перлицейские просто преследуют эту машину с подозреваемым как это положено согласно регламенту не пытается сделать какие-то действия которые могли бы спровоцировать его на какие-то необдуманные действия чтобы воде водитель споворачивать направо общался езжает на дублер куда-то пытается рвануть уехать от полицейского но полицейские просто висит у него на хвосте и мы видим как город хорошая погода смотрите как съезжает на тротуар чтобы объехать пробку я думаю что многие российские водители часто говорят а что так типа можно было вау дольше американская машина можно спокойно вот так вот объехать тротуар в америке я думаю всех окружающих водителей глаза на лоб полезли от такой наглости но у них согласно их американским законам никто не имеет права влезать в полицейское преследование как бы то ни было значит пытаться наказать этого хамского водителя или как-то ему препятствовать за это можно тоже получить знаете ли тюремный срок или штраф там или там отсидеть три месяца за такое всем занимается полиция никто у нее там заехали на заправку поворачивают налево направо снова езжат на дорогу срезают целый угол понимаете никто не имеет право у полиции заимствовать ее полномочия никакой гражданин не может все ой чуть автобус не влетел и полицейский тоже чуть было не влетел в этот автобус на красный свет через светофоры игнорирование полное ну конечно если обвинение в убийствах висит на этом водитель то конечно ему уже фактически терять нечего потому что в америке можно даже за убийство одного человека получить папа жизненная или два пожизненных зависимости от того что будет отягощать это преступление поэтому ему что уезжать что попасть в перекрестный огонь полиции что попасть в суд в качестве подсудимого одна одна судьба понимаете все он уже аутло этот человек вот он выехал вообще навстречу куда ему деваться он уже все он продолжает уезжать надежда ну что как-нибудь в этот момент я думаю что лихорадочно соображать что же что же как волки позорно обложили в погоне по этим мимо эта машина в которой мы как будто бы сидим она первая в этой погоне преследуем подозреваем а сзади несколько автомобилей все предупреждены в округе все копы уже на ушах стоят координационный центр естественно в курсе и регул регулирует значит где находиться каждому из политических юнитов чтобы в случае того если года подозреваемый свернет олево направо чтобы его встретить там и возможно какой-нибудь ловуша отскакивать от машины что-то ловушкой с шипами это обычная практика у них сами знаете если вы смотрите наше видео неоднократно мы уже сталкивались такой тактикой полицейских ну сейчас просто продолжается преследование знаете бывает такое что у подозреваемый просто либо кончается бензин в автомобиле либо у него просто кончаются нервы он совершит какую-то ошибку и сам улетает куда вот чуть бы он не летел в большой сабербан который выезжал слева полицейские выезжают навстречку преследуют снова красный свет какая в эти неудачи если бы он попал зеленую волну мы бы не столкнулись с таким невообразимым количеством опасности на нашем пути едем 70 миль в час сколько это будет ну больше 120 я думаю да можете пересчитать продолжается погоня о подозреваемый налево направо пытается сдвинуться как бы с одной полосы на другую и уезжает хорошая погода понимаете это насколько мне известно это штат мичиган это лето он видит другой машины камера справа у нас появилась вторая машина в этой погоне мы видим справа на экране вот полицейских которые прямо на хвосте висят а слева у нас кадр как раз из этой машины прям с двух камер это все наблюдаем уже две машины вот и снова накрасит направо снова ну просто просто сколько людей подвергнута было опасности вот при таких действиях и наконец кто-то впереди наконец мы видим кто-то отомстит этому несчастному подозреваемому у которого просто уже ну все карты уже не его сейчас наверное возьмут в коробочку спереди ему не дадут дорог и бам смотрите не жалея машину ударили его и он врезался еще в полицейский крузер и выскочил на тротуаром все об столб еще по да бам бам все полицейские взяли в коробочку а он что у него в машине просто работали подушки выскочил коп из нашей машины руки вверх руки руки покажи мне сирены сколько копов смотрите дтп спровоцировано ау не двигаться не двигаться а у подозреваемых сработали подушку вообще не может не двигаться ничего не только может руки высыпать не двигаться кричат ему а че он просто давит на нервы давит на мозг чтобы он не дай бог глупость какую-то вот копы со всех сторон уже подбегают подбегают все тоже на нервах эти мужчины белые мужчины подготовленные и кричат как гавкают выскочили его кого-то вызвать кого-то держи свои руки твою мать чертовы руки чтоб я их видел не думай ничего сделать я тебя сейчас завалю твою мать кричать не думай даже сдвинуться дёрнуться кричат давят на нервы сами понимаете парни полицейские белые парни вытащили кого-то сзади и они сейчас ругаются ругают они просто ругают всякими матерными словами водитель держи руки не двигать сидеть он пытается вылезть понимаете водители за руля и поранены сиди играет ему собака лайк полицейский с автоматами с пистолетом положили его на землю вытащили мордой в траву мягенькую свеженькую траву на газоне ну вроде все а а что все этот коп который орал вот он видел сейчас выходит такой вытри вытрясть из себя стесостерон как будто после подхода к гирю 200 килограмм толкнул все вернулся обратно собака уже не нужна собачка пошла гулять и коп все ах с него просто вытряслась молодец мужик красавец красавец